Жители маленького Загорпатского села Чумалёва теперь смогут поклониться мощам святого Николая Чудотворца. Реликвию привезли в местный Свято-Вознесенский монастырь. Кто преподнёс такой дар и по какому случаю, расскажут наши корреспонденты. В Свято-Вознесенском женском монастыре собрались тысячи верующих. Игуменя Феодосия рассказывает, сегодня у них большой праздник. Юбилей празднует митрополит Антоний. Митрополит Антоний родился и вырос в Закарпатском селе Чумалёва. В начале 90-х был посрежен в монашество. Уже через 5 лет получил сан игумена, а ещё через 5 стал архимадритом. В 2007 Антонию доверили руководить Киевской духовной академией. А в 2013 году по решению Священного Синода УПЦ он стал управлять Бориспольской епархией, как митрополит Бориспольский и Броварской. Кроме этого, Антоний на протяжении нескольких лет является неизменным управляющим делами УПЦ. Школьная учительница митрополита вспоминает, когда Антоний был ещё ребёнком, отличался исключительным смирением и добротой. Поздравить митрополита с юбилеем сегодня приехали многие его друзья. Это человек, истинно Божий человек, который ходит всегда перед Богом, а не перед людьми. Он всю свою душу, всю свою жизнь полагает перед Богом и не ищет лицеприятия, не ищет какой-то похвалы человеческой. Он ищет в первую очередь и работает, и всё делает для славы Божией. А, конечно, слава человеческая его догоняет за его благие дела, за его доброе сердце. В честь праздника Божественную Литургию в Свято-Вознесенском монастыре провёл сам блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Все молятся за здравие юбиляра. Вы являетесь одним из таких людей, которые идут и шли, идут прямой дорогой до Бога, являетесь вы дорогой владыка. Всё, что в жизни встретится, горько, чтобы не ввело в исключение, и чтобы Господь дал богато-богато роков земного життя. Мабуть, за столетнюю историю этого монастыря такого свято не было. Не было столетинских иерархий, которые и Божественную Литургию начали сам предстояние Украинской Православной Церкви. Митрополит Антоний признаётся, свой полувековой юбилей мечтал отпраздновать там, где родился и где прошло его духовное становление. В знак благодарности митрополит передал монастырю уникальный подарок. Самый вот сегодняшний юбилейный день я хотел преподнести монастырю эти мощи, частичку мощей святителя Николая, до которых будут прикладываться и сестры, и обители, и все паломники, которые достаточно много приезжают сюда, в наш монастырь. И теперь каждая людина особо молится за мир в нашей Украине. Прикоснуться к святым мощам в монастырском храме теперь смогут все желающие. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Закарпатская область.